В прошлый раз я имел, скажем так, неосторожность постигнуть на наше право на счастье. Реакция не замедлила ждать. И если бы я был очень сильно беспокоен тем, как вам нравятся мои проповеди, я бы прекратил эти размышления. Но меня гораздо сильнее волнует, что Бог думает, потому что я говорю. И поэтому я продолжу эту неприятную тему о том, как то счастье, которое мы с вами воспринимаем как счастье, порой оказывается совсем не то, чего нужно ждать, к чему нужно стремиться и даже о чем просить. Я докажу сегодня это некоторыми текстами Священного Писания. Так-то вообще-то, увидев эту реакцию, я думал, что на первый раз хватит, но прошедшая неделя была такой, что без всякого моего, что ли, планирования, я не мог это планировать, мне в разных местах виделись слова разных людей, которые прошли какой-то христианский путь, и все они говорили практически об этом. Я понял, что, наверное, неправильно еще заканчивать, и, может быть, даже больше мы что-то сегодня поймем, чего в прошлый раз не совсем поняли. Я коротко очень напомню. Мы говорили с вами о том, что всякое наше желание, касающееся земного устройства, земной жизни, оно не должно давлеть нами, не должно владеть нами, и мы сравнивали это с тем, что человек сеет в землю зерно, и это зерно умирает и приносит плод, приносит плод. Но всякое наше желание можно отнести к одной из двух категорий. Одна из них – это то, что Бог никогда не планировал о нас, и то, что нам вообще не нужно, и, может быть, даже вредно. А вторая группа желаний не просто безопасны, нейтральны, но даже часто, бывает, являются Божьим планом о нас. И когда мы с вами сеем зерно, если это зерно живое, оно принесет плод. Если это зерно мертвое или искусственное, оно просто растворится в земле. Но в любом случае, когда человек пытается зерно сохранить и не хочет опускать его в землю, мы сравнивали это с тем, когда человек, подобное зерно, проходит сквозь обстоятельства темные, обстоятельства одиночества, обстоятельства холода, мрака какого-то, если мы попытаемся сохранить зерно, оно всегда останется одно. Если же мы посеем его, оно, если настоящее, принесет плод, если не настоящее, оно и нам и так не нужно было. И вот этот страх расстаться со своими мечтами, со своими желаниями, скажем, похоронить их, отпустить их от себя, отдать их полностью в Божью компетенцию, вот этот страх и есть то, с чем, я думаю, нам нужно с вами сражаться сегодня. Один человек, по поводу первых категорий, вот этих мертвых зерен, этих желаний, мечтаний, которые никогда не являлись частью Божьего плана о нас, я процитирую пару вещей, о которых я говорил, они настигли меня на этой неделе. Один человек сказал, «Разве все, что чувства и мечты подсказывают тебе, не оказалось ложным? Разве ты не понял, отрешаясь от них, что стремление твое может удовлетворить только он, то есть Бог?» И этот же человек цитирует одного августинца, монаха, который сказал, «Не добивайтесь силой того, что Господь не желает вам дать». И многие из нас видели, что были в нашей жизни мечты и желания, и нам даже удавалось их достичь, и нам удавалось прийти туда, куда мы хотели. Но когда мы пришли туда, это оказалось совсем не то, что мы себе представляли. По поводу второй группы желаний, которые являются здоровыми и порою даже являются частью Божьего плана, но парадокс заключается в том, что если мы смотрим на наши желания, сконцентрированы на этой нашей мечте, и она послана Богом в нашу жизнь, и эта часть Божьего плана, она может никогда не осуществиться, из-за того, что мы смотрели на даяние, а не на даятеля. Тоже процитирую две вещи по этому поводу. «Не знаю, в чем тут дело, но уверен, что Бог никого не держит в ожидании, если не видит, что человеку полезно ждать. Никогда не бывает ожидания ради ожидания. Если Бог даже что-то запланировал от нас, и Он отложил это во времени, и отложил далеко, то вот этот автор, с которым я полностью согласен, говорит, что не бывает ожидания, если нам не полезно было бы подождать. Мы знаем, что Исаак был частью Божьего плана, это было Божье обещание. Но 25 лет прошло с тех пор, когда Бог пообещал Аврааму ребенка, и до момента, когда этот ребенок появился. И если мы внимательно читаем библейский текст, то мы можем с вами увидеть, и, наверное, мы с вами согласимся, что настал момент, когда Авраам перестал ждать. Потому что, когда Бог снова говорил ему о том, что у тебя будет много потомков, как звезд на небесах, то Авраам сказал в это время такие слова, «Хотя бы Измаил», то есть это сын наложницы, не сын от жены, «Хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим, хотя бы вот такой сыночек, не совсем то, что я хотел, не от Сары, но хотя бы так было». Это говорит о том, что он уже не ждал, вы знаете, но он не оставил Господа. И это было гораздо важнее. Его мечта уже в нем умерла, но не умерли его отношения с Богом. Когда мы посмотрим на Сару, уже за год до того, как она должна родить сына, приходят три путника, в лице которых пришел Бог, и они разговаривают с Авраамом, и Сара подслушивает за шатром совершенно случайно, она просто проходила мимо, она никоим образом не любила это делать, и она слышит, что Аврааму говорят, «Через год мы придем, и у тебя будет сын». И что написано? Она рассмеялась. Когда у нас с вами в жизни есть болезненная зона, мы в это время не смеемся. Как человек, женатый много лет, я знаю, что если женщина хихикает, значит проблема решена. Знаете, что уже снялось всякое напряжение, уже вопрос решен, и когда говорили бы Саре об этом ребенке, вы знаете, она в ожидании, она страдает, и это было бы как соль на рану. Но теперь она просто стоит и хихикает, говорит, да мне, старушке, и у меня муж сто лет уже, скоро юбилей, непонятно какого материала свадьба, да все уже, ладно. Оба эти человека, оба эти человека, я осмелюсь сказать, перестали ждать то, что было частью Божьего плана. И при поверхностном рассмотрении этой ситуации можно подумать, что они потеряли веру. Но на самом деле, что я очень сильно верю, Бог научил их за эти 25 лет смотреть не на мечту, а на Него, что и является главной задачей. И вот один человек говорит такие слова, иногда Бог вкладывает в нас мечты, а потом позволяет им разбиться, поскольку видит, что достижение цели стало для нас важнее того, кто их дал. Цель стала важнее того, кто ее дал. Поэтому момент ожидания, когда столь желанное оттягивается от нас во времени, одна из главных, а может быть главная, а может быть даже единственная цель разделить в нашем сознании даяние и даятеля и сделать ценным даятеля, прежде всего, то есть нашего Господа. Когда мы такое слушаем, когда мы о таком размышляем, мы можем думать, ну почему так все сложно, почему все так трудно, почему бы просто не взять и не дать нам. Я сегодня вспомнил одного человека, который, наверное, похваляясь передо мной, говорил, когда я возвращаюсь с командировки, у него была одна дочь, у меня, говорит, гора игрушек с собой. Когда я слушал его, у меня тогда еще, по-моему, даже не было детей, но сегодня я понимаю, что, скорее всего, он сделал свою дочь, если не скажем несчастной, то во многом, у нее многое отобрал. Вы все знаете, что зачастую одно яблоко может принести в некоторых обстоятельствах гораздо больше удовольствия, чем стол, ломящийся от яств. И вы смотрите уже на это, и вы понимаете, что уже 3 января, и вы уже в 13-х гостях, и эти салаты уже просто, просто опротивили вам, и вы не можете на них смотреть. И когда ребенка заваливают игрушками, он сидит среди этой горы, не знает, за что первое взяться, и я думаю, может быть, эти частые командировки с этой горой игрушек лучше было бы заменить на то, чтобы прийти и поговорить, и пообщаться, и побыть побольше со своим ребенком. Может быть, в этом было бы больше благополучия. И вы знаете, когда Бог, наш мудрый отец, смотрит на нас, Он хочет научить нас взаимоотношениям с Ним прежде всего. И когда мы не согласны с этим процессом, когда нам не нравится, почему же, Боже, просто мы попросили у Тебя, и Ты дал нам, и завалил нас этими подарками, когда мы с этим не согласны, мы можем прийти к очень горькому ощущению. И как сказал один служитель, беспокойство – это неуверенность, что Бог все устроит, а горечь – это уверенность, что Бог все сделал неправильно. Беспокойство – это неуверенность, что Бог все устроит, а горечь, которой многие люди сегодня оказались, порождена уверенностью, что Бог все сделал не так. И в то время, когда Бог хотел приблизить нас, когда наше зерно лежало под комьями земли, в темноте, в сырости, в одиночестве, когда Бог хотел привлечь наши глаза к себе, научить нас глубочайшим взаимоотношениям Творца с Творением, в это время многие наполнились горечью, потому что не понимали Божьих путей, потому что не понимали, что делает Бог, и считали, если нам непонятно, что делает Бог, значит, это неправильно. Это одно из величайших заблуждений человека. И я хочу прочитать вам из книги Иова, из 30 главы, 25 стих и ниже. Смотрите, что порождает такую мысль. Иов говорит, «Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных?» В то время, когда он был состоятельным человеком, он был человеком, который очень много помогал бедствующим людям. И не только материально, не только едой, но даже в судах, где бедных людей пытались задушить нечестивые судьи, где, как вы сейчас знаете, часто это происходит, кто сильнее, тот и более прав. Если появлялся Иов, все знали, что судебный процесс сейчас развернется в правильном направлении. Сейчас неважно, кто кого купил, неважно, кто с кем договорился, Иов был знаменитый всех сынов Востока, у него был высочайший авторитет, никто не мог поперек этого идти, но он употребил это не для того, чтобы объедаться и наслаждаться в этой земной жизни. Он приходил в суд, и где у бедной семьи хотели забрать последнюю хрущевку, он вставал и делал так, что богатый человек отдавал свой пентхаус за то, что осмелился нанести моральный урон этому бедняку. Никто не смел больше произнести слово. Это был образ жизни Иова. Он поступал так, как говорит Божий закон. И после него Давид скажет, блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь, что посеешь, что и пожнешь. Он знал этот закон. Он жил так, что сеял, сеял, огромное количество добрых семян. Но что говорит 26 стих? Когда я чаял, то есть ждал добра, пришло зло. Когда я ожидал света, пришла тьма. Это очень сильно смущает, когда закон сеяния жатвы как будто бы не работает. И ты как будто бы посеял очень много добрых семян, но как будто бы в твою жизнь пришли очень горькие всходы. Ты совсем не этого ждал. И если нашу добродетель можно подставить под сомнение, потому что многое из того, что мы называем добром, зачастую является показухой, исканием своего, саморекламой, самореализацией, чем угодно, то добродетель Иова не вызывала сомнения, потому что сам Бог сказал об этом человеке, что то, что он делает, есть правильно и хорошо. Бога самая высшая оценка. У него самые высокие стандарты. И он ждал, законно ждал пожать добра. И вместо добра пришло зло, и вместо света пришла тьма. И 27 стих говорит о его эмоциях. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали. Я хожу по чернелой, но не от солнца. Встаю в собрании и кричу. Раньше он только сказал полслова, он только шепнул, и все делали то, что он говорил. Теперь он кричит, его никто не слушает. Он зовет жену, она не отзывается, он кричит своим слугам, они презирают его. Когда мы встречаемся с такими вещами в нашей жизни, мы очень близки, мы очень близки в это время к тому, чтобы понять, что-то не работает. И жена Иова говорит ему, ты все еще тверд своей непорочности, похули Бога и умри. Чего еще держаться? За что еще держаться? Если тот, на которого мы надеялись, если тот, кого мы считали средоточен справедливости, правды, если он подвел тебя, чего еще искать в этой жизни? И вот эта горечь наполняет сердце человека, но оказывается, Бог не обманул Иова. Мы знаем, что прошло время, когда он стал иметь в два раза больше того, что он имел до этого. И очень часто наша беда заключается во времени и сроках, которые мы каким-то непостижимым образом устанавливаем для себя и для Бога. И эта дата названа в нашем сознании, и после этой даты, если Бог на наше добро, на нашу добродетель, на наше послушание, на нашу святость, на нашу порядочность, если Он не ответит тем, что мы ожидаем от Него, мы ощущаем себя в праве действовать так, как считаем нужным, потому что Он нас подвел. Если бы не эти многочисленные истории в Священном Писании, братья и сестры, сегодня действительно было бы очень трудно, очень трудно проходить такие времена. Один персонаж сказал, жизнь – это боль, и кто говорит иначе, тот пытается вам что-то продать. Сегодня даже Евангелие продается, даже такие говорятся вещи, которые очень подпитывают наше эго, цитируется Библия, подогреваются наши человеческие желания, Бог ставится как средство реализации этих наших человеческих желаний, и как некто сказал, никогда не было так легко обратить в христианство, но никогда не было так трудно из христиан сделать учеников Христа, потому что признаком ученика Христа это человек, который несет крест и следует за ним. Очень легко причислить сегодня к церкви. Люди рвутся стать частью церкви, но когда встает вопрос креста, когда встает вопрос того, чтобы похоронить свою мечту, и отдать ее полностью в Божью компетенцию, и быть готовым к тому, что она может никогда не реализоваться, вот на этом участке немногие устояли. И эти люди называются учениками Иисуса Христа. Как нам относиться к тексту, который записан Ефесиным 3 глава 20 стих? Очень цитируемый текст, я так скажу, в продаваемом сегодня Евангелии. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви в Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Очень интересный текст. Бог может сделать несравненно больше, чего мы просим или даже о чем думаем. Мы прочитали Ефесиным 3.20. Может, мы приклеили это себе на кухне, на сервант. А потом проходит год-два-три до даты, которая у каждого из нас каким-то образом в голове появилась и мы говорим «Он не только не дал мне больше того, о чем я прошу или помышляю, он даже не дал мне половины того, о чем я просил». И постепенно умножается число христиан, которые говорят об этой святой книге. Такие слова. В жизни все не так. Знаете, когда мы говорим о том, что есть больше, о том, что есть величественнее, о чем мы думаем? Порше вместо Жигули, которое вымаливал у Бога, «Боже, дай мне Калину», он дал мне Порше. Я просил у него хрущевку, он дал мне тот самый пресловутый пентхаус. Да, Боже, как один мальчик говорит, я не буду вообще ничего у Бога просить, он посмотрит, какой я скромный, даст мне много. Мы излагаем перед ним просьбы, читаем эти обетования, и нам непонятно, нам непонятно, почему не происходит большего. Знаете, что бы я хотел сегодня вам сказать? мне самому приходилось доходить до этих вещей очень долго, и у меня есть подозрение, что я еще и не дошел до них. Но я поделюсь с вами, как человек, который на пути, и как тот, который хочет, чтобы с ним тоже туда шли вместе все. Что такое наша просьба, и что такое больше, чем мы просим или о чем помышляем? давайте спросим себя, что больше, любить или быть любимым? Правильный ответ, любить садись пять. А теперь давайте второй вопрос себе зададим, а чего мы хотим больше? О чем мы просим больше? О чем мы плачем вечером у кровати или утром в кухне и говорим Боже, когда же меня полюбят, поймут, примут, вместят, зауважают и так далее? Мы очень знаем правильные ответы. Любить это намного прекраснее. Любить, что же значит это слово? Мы поем, проповедуем, но когда Бог говорит, слушай, быть любимым, это мелочи, это нормально, но это мелочи по сравнению с тем, чтобы научиться любить, как говорил апостол Павел, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я гораздо менее любим вами. Ты хочешь это узнать? Я поведу тебя через это. Я научу тебя этому. И мы тут говорим, нет, мы это не имели в виду. как-то, как-то, вы знаете, я понял одну вещь, мне кажется, я не знаю, что происходит у нас в головах, сердцах, там, видимо, несколько этажей. Вроде бы головой я всегда это понимал. Я вам сейчас перескажу это, и если вы скажете, да мы это и всегда знали, то значит, видимо, меня куда-то отнесло назад и снова просто вернулся, где раньше был. Ладно, если же вы согласитесь с тем, что это действительно урок, который надо вместить, то может быть это какой-то прогресс. Знаете, я всегда знал вроде бы, что все ценности измеряются любовью. Все. И Библия говорит, если ты не любишь, то ты ничто. Но мы все равно соскальзываем на другие ценности, мы взвешиваем себя, взвешиваем свое служение, взвешиваем свои дела снова и снова какими-то ложными критериями. Вы знаете, что, причем суть взвешивать себя любовью не к тем, кого ты любишь, кто тебя любит. Библия говорит, ты ничего не делаешь особенного, грешники это могут делать. Если грешники это могут делать, то любовь к тем, кто тебя любит, ничего из себя не представляет как критерий. Мы должны проверять свое служение, свою ценность личности и всего прочего любовью к тем, кто нас не любит. Вы знаете почему? Потому что человеку невозможно любить тех, кто его не любит. Для этого надо быть постоянно присоединенным к небесам. Вы, наверное, ловили себя на таком ощущении, когда у вас в голове эта цитата звучит «надо любить». Вы заглядываете в свое сердце, там пустыня Сахара, там ничего нет. Вы пытаетесь развернуть сердце к человеку, вы хотите сказать ему добрые слова, и вдруг мы чувствуем сам по себе человек не может этого делать. Эта любовь сверхъестественная, она приходит извне, как ресурс от Святого Духа. У меня несколько раз это получалось. Знаете, я убедился, что это гораздо интереснее, чем быть любимым. У меня еще не всегда получается не злоупотребляйте. Вы знаете, когда это получалось, это было похоже, как будто тебя поднимают на какую-то гору или на какую-то высоту, и у тебя вдруг открывается такое видение, такое зрение, такое пространство, когда ты ползал там, как червяк в земле, меня не любят, ты не видишь дорогу, ты слепой, ты ничего не понимаешь, тебе мудрости не хватает. Когда ты начинаешь любить, вдруг сразу же мудрость, как приклеенная, приходит тебе. Двери все видно, которые до этого тебе был тупик, а теперь ты видишь дверь, она тут всегда была. Ты думаешь, как я ее не видел? Вот она миленькая, вот ее медная ручка, вот как легко открывается. А я говорил, тупик, Боже, что делать дальше? Куда идти? Дай мудрости. Бог говорит, в ненавистное сердце. Я мудрость не вселяю, это слишком ценное сокровище. Мы с вами в мусорные контейнеры не прячем в нашу парадную одежду. Сердце ненавидящее, это мусорный контейнер, мудрость от Бога, это драгоценность, о которой притча говорит, ищи, заплати любую цену, чтобы обрести от нее. И мы хотим, чтобы в это злое сердце, ищущее своего, не умеющее прощать, претендующее на уважение, Бог вложил мудрость, и она соседствовала с этой помойкой. Но достаточно только наклонить сердце и сказать, Боже, Ты ведь как бы научил нас любить не только тех, кто любит нас. Я готов смириться, я буду наклонять свое сердце в ответ на чужое зло. Знаете, когда Дух Святой содействует, и это происходит, и ты понимаешь, что теперь тебе без разницы, как к тебе относятся, разве это не больше того, о чем мы просили или помышляли. Раньше тебе надо было переделать весь мир, построить всех под себя, чтобы тебе стало здорово, а теперь тебе без разницы, кто каким остался. Мы просим у Бога мира, знаете, какого мира и покоя в душе? Чтобы все ходили по той половице, которую мы им нарисовали. И когда все ходят по той половице, еще желательно, чтобы она не скрипела. И так единственное, еще и скрипит. Когда ходят в нас, мы взрываемся. И знаете, как сказал один служитель, замечательно, если мир нам дают люди и обстоятельства, то люди и обстоятельства и заберут его обратно. Наш мир основан на людях и событиях. И эти же люди и события владеют им. И в любой момент могут дать и забрать. Но Бог говорит, Христос сказал, я даю мир не так, как мир дает вам. И Христос учит нас и желает дать нам мир, который превыше всякого ума. Мир, не зависящий от того, что происходит вокруг. Смотрите, что говорит апостол Павел же. Он говорит такие слова, нас огорчают, мы всегда радуемся. нас огорчают, ненавидят, а мы не просто радуемся, мы не просто стиснули зубы, мы всегда радуемся, братья и сестры. Разве это не больше того, о чем мы могли мечтать? Разве это не больше того, чтобы построить свое окружение под себя? А что еще бывает? Мы просим у Бога благословения, вы знаете, Господи благослови ту сферу нашей жизни, благослови эту сферу нашей жизни, вы знаете, но Христос говорит Аврааму, помните, ты будешь благословением. Мы просим быть благословенными, а Бог говорит, я хочу дать тебе больше, я хочу, чтобы ты стал благословенным. Да какая разница? Ты стал благословением. Какая разница? Быть благословенным, быть благословением. Если я благословенный, я благословение для других. А знаете, что говорит Павел, опять-таки, наш сегодня главный автор наших цитат? Он говорит, мы нищие, но многих обогащаем. Быть благословенным. Брат, у тебя большой дом, как Бог тебя благословил, у тебя хорошая машина, как Бог тебя благословил, у тебя мускулатура на зависть всем культуристам, как Бог тебя благословил, жена красавица, детки здоровенькие, на работе тебя уважают, карьерный взлет, какое благословение, какое благословение, какое благословение. Да, никому от твоего благословения нет ни кусочка. А меня это не волнует, все мое. Как однажды один из моих братьев пришел после собрания, молоденькие все были, и все сели кужевые, и говорят, подождите, я сейчас поем. Это молодость, не думайте сейчас, все по-другому. Но вы знаете, мы вот такими благословенными быть хотим. Боже, ты благословил мое поле, ты благословил мой дом, кошелек, слава, слава, слава тебе. Знаете, Павел говорит, у меня, я думаю, что у Павла нет было собственного дома, у меня такое есть ощущение. Но, говорит, многих обогащаю. Он идет, проповедует падшим людям, спившимся, наркоманам. Они бросают это все, они идут работать, они зарабатывают на жилье, они потом на машинах, они потом благословены. Он пошел в другое место, и из этой нищеты выводит, из этой нищеты выводит, из этой нищеты выводит, а у самого через 50 лет служения собственной хаты нет. И тогда, знаете, эти слова Авраама, ты будешь благословением, да, думаешь, Боже, упаси. Это что же, всем будет хорошо, а я вот такой вот все, да? Через меня будет все течь и ничего не застрянет? Нет, знаете, в реальности жизни, действительно, сегодня я что-то как бы не нахожу такого, чтобы Бог оставил без жилья, наверное, мы не заслужили такого уровня благословенными быть благословением, да, еще не заслужили вот этого действительности. Но когда само по себе мышление предполагает, благослови меня, 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 то все это такое благословение, которое вот просто трудно назвать благословением. Итак, мы просим любви, мы просим мира, мы просим благословения, и все, кажется, происходит совершенно не так, потому что Бог хочет научить тебя любить, потому что Бог хочет дать мир превыше всякого ума, независящее обстоятельство, и вместо быть благословенным, стать благословением. И блажены люди, которые на это согласились. Я хочу еще процитировать место, если вы все-таки не убеждаетесь, что вот эти наши сосредоточенности, наши желания, мечтах, это и не самое главное, и правильно, и от этого надо отказаться. Процитирую вам слова Ричарда Вурмбранта. Этот человек, если его вам ни о чем не говорит, это была коммунистическая Румыния, он был пастором, и однажды собрался съезд священнослужителей, власть собрала священнослужителей, чтобы объяснить им, как правильно действовать при новом режиме. И священники выходили, пастори говорили, да, коммунизм это вообще от Бога, от каждого по способностям, каждому по потребностям, Христос этому учил, слава Сталину и так далее. Сидели, говорили, выходили, все такое, власть смотрит, все нормально, что хотели, то и произошло. И жена Ричарда Вурмбранта сидела рядом с ним, жена пастора, и говорит, иди и смой позор с лица Христа. Он отвечает ей, ты можешь лишиться мужа после этого? Она сказала, мне не нужен, муж трус. И он вышел к микрофону, раскрывал весь коммунистический строй и попал в тюрьму. Я очень советую каждому прочитать книгу, она называется «Христос спускается с нами в тюремный ад». Она есть в электронном виде, вы можете в интернете ее найти. Обязательно прочитайте, чтобы понять, какой человек говорил слова, которые я сейчас буду цитировать. Когда он вышел из тюрьмы, наконец, после ужасных всех обстоятельств, я цитирую его слова, «Навстречу вышла моя жена. Ее тонко очерченное лицо стало еще тоньше, но волосы все еще были черными. Я нашел ее прекрасней, чем когда-либо. Перед моими глазами все поплыло. Когда она обняла меня, я с величайшим трудом смог произнести, прежде чем мы поцелуемся, я должен что-то тебе сказать. Не думай, что я просто пришел из беды в радость. Я перехожу из радости со Христом в тюрьме в радость с Ним домой. Я не возвращаюсь домой с чужбины, я возвращаюсь из отчего дома в тюрьме в отчий дом к тебе». Вот это человек, который понял, что такое непринципиально, что вокруг тебя. Если бы это произнес какой-то философ, красивые слова, «Но по выходе из тюрьмы, прежде чем жена поцелует тебя, ты сказал, там он был со мной, и здесь он будет со мной. Непринципиально, что меняется вокруг, важно, что происходит у меня в отношениях с ним». И я хочу еще прочитать вам слова, потому что в Евангелии от Марка в 10 главе, 31 стихом, это очень известная цитата, но в этой теме, я думаю, она приобретет для нас новый смысл. Христос говорит, «Не истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». Вы знаете, что я хочу сказать по поводу этого известного стиха? Бог говорит о том, о нашей способности ради Евангелия отказаться от реальных существующих благ, а мы сегодня не способны даже избавиться от воображаемого блага, от нашей мечты. Мы так вцепились за наше мечтание, мы так боимся отпустить его от своего сердца, что говорить о том, когда придет время, и нужно будет расстаться с реальными благами, которые у нас есть. Знаете, еще есть одно место, вам оно должно тоже не понравиться, Евангелие от Матфея, тоже мы много раз о нем говорили. «Если правый твой глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Знаете, что я думаю? Меньше всего здесь говорится о грехе. Разве можно говорить о грехе, если грех соблазняет тебя? Грех на то и существует, чтобы соблазнять. Рука и глаз – это не грех, это часть нас. Но когда часть нас служит причиной того, что мы спотыкаемся, падаем, ослабеваем, изнемогаем, эту часть нужно отсекать. И если моя мечта и мое желание, мое стремление, разбиваясь снова о действительность, некую действительность разбивает мою веру, то не должен ли я сказать себе, от этого желания и этой мечты пора избавиться. Она соблазняет меня. Она разбивает меня. И нет ничего лучше, как мы говорили, посеять это в землю. И предать земле, сделать с этим семенем то, на что способна земля и что содержит в себе это самое зерно. Самое завершение. Я хочу процитировать двух людей. Они сказали, подошли ко Христоту, два родных брата. Почему-то их называли сынами громовыми. Не знаю почему. Но они подошли ко Христу и сказали, дай нам сесть от тебя по правую, по левую сторону в царстве твоем. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь. Знаете, что самое интересное в этой ситуации? Я процитировал слова, не добивайтесь силой того, чего Бог не хочет вам дать. Хочу сказать по-другому. Не добивайтесь силой того, чего Бог и так хочет вам дать. Христос сказал этим людям, вы сядете на престолах судить 12 колен Израилев, а им теперь надо пробить эту тему. Они подходят. Во другом месте написано, мамочка за них ходатай. Кто как мамочка умеет пробиваться? Я не знаю подобных промоутеров лучше. Они хотят занять место, которое им и так принадлежит. Но Христос говорит, ваше внимание не в креслах. Чаша горькая и крещение огненное. Дорога к тем престолам. И когда я смотрю на эти престолы, я смотрю на положение, меня волнует положение. Я не вижу эту чашу. А если вижу, говорю, уберите эту горькую чашу. Я такое не пью. Бог ведет меня в огненное крещение. Мне горячо. Я не пойду туда. Бог говорит, сосредоточен на том, чтобы чашу горькую, которую Он дал тебе, выпить с Его помощью и во имя его до дна. И огонь, который Он определил пройти тебе, пройти сквозь до конца, не сгоревший и не опалившись. Но чего хочет сатана? Эти кресла предназначены им, братья и сестры, вот в этом, в этом-то ловушка. Мы думаем, если это мне предназначено, я могу на этом сконцентрировать, мечтать, молиться, просить. Я скажу сейчас исключительно в своем мнении, исключительно в своем мнении, я не считаю правильным поститься о муже. Это исключительно мое мнение. Когда Священное Писание говорит, ищите прежде всего Царство, когда другие постятся, это другой вопрос, и мы это делаем, и я полностью, на 100% поддерживаю практику. Но наша концентрация на земном благе почему-то написана, ищите прежде всего Царство Божие. И другое слово говорит, всего этого ищут язычники, слово искать, это святое слово, это средоточие нашего ума, это наши чувства, это о чем мы помышляем постоянно, это искание. И мы не можем искать два. Если мы ищем земного блага, если наша мысль там, и наша мечта там, и мы украины там, мы не можем искать, вот это внутреннее сердечное направление направить в Царство Божие, не раздваивается это удовольствие. И в чем парадокс? Христос говорит, когда ты веришь мне все, и вот это самое ценное, твое чувство и мысль, направишь на Царство Бога и правду Его, я позабочусь о всем остальном так, что ты никогда не пожалеешь об этом. Теперь на самом деле самое последнее. Когда евреи говорят слово надежда, у них есть такое еврейское слово тиква, и когда вы открываете словарь, когда вы открываете словарь, вы видите там сразу же перевод слова этого веревка, это аммоним. Веревка и надежда одинаковое слово в еврейском языке. Но я думаю, нет ли здесь связанного смысла. Знаете, когда веревку мы используем, мы привязываем ее к чему-то, может быть выбраться, от кого-то спасти, это средство спасения зачастую. Один ребенок залез куда-то, куда-откуда не мог вылезть, другой его пошел спасать, и закинул веревку, говорит, привяжи к чему-нибудь, я подстраховаться должен. Тот залез к нему и говорит, вот если бы не веревка, я бы не пошел тебя спасать. Куда ты ее привязал? К молотку. Знаете, тиква, надежда, наша надежда сердечная, к чему привязана? Если она привязана к мечтам, к событиям, к людям, к отношению людей к нам, вот так вот, вот с этой веревочкой мы с вами будем прыгать по жизни. Но что говорит Священное Писание и в послании к Евреям, 6 глава, 18 стих, «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду». Что это за надежда? Почему утешение твердое? Почему не колебание в жизни взад-вперед? Что это за надежда? Которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий. Настоящая надежда, надежная, зафиксированная и входит во внутреннейшее, за завесу, куда раньше нас вошел Иисус. Есть русская пословица, «Подальше положишь, поближе возьмешь». Если наша надежда и наше упование сегодня на земных, поверхностных вещах, вопрос времени, когда нас унесет из среды Божьего народа. Если же сам Христос, прошедший весь путь до конца, вошедший в святое святых, перенесший всю муку, выпивший всю чашу, наш пример, наша надежда, на него наши глаза, к нему наша тиква, веревка привязана, он стабильный, надежный, и он не подведет. Я сегодня хочу молиться вместе с вами, братья и сестры, если мы видим наше сердце, уповая от не на Бога, смотрит не на Него. Наши желания законные, ничего греховного. Что-то даже обещано Богом. Есть только одно «но». Чем больше я об этом думаю, тем сильнее я изнемогаю. И Библия говорит, если соблазняет, ослабляет тебя, то, наверное, надо это отложить в сторону и посмотреть на даятеля, а не на даяние.